В жилом комплексе Тамилина парк провели день двора и встречу с жителями в формате выездной администрации. На вопросы Люберчан ответил глава городского округа Владимир Волков, руководитель структурных подразделений, депутаты. Подробнее в репортаже моих коллег. Звонкий смех, песни, танцы и мастер-классы. Так весело во дворе пятого дома по улице Свободы не было давно. В округе День Добрососедства стал праздником семейным. Я пришла со своей семьей, встретилась с подругой, нам очень нравится и хотим, чтобы такие праздники были всегда и чтобы никто не болел. Нравится доброжелательность, что развлекают детей, действительно занимают детей, развлекают. Мне очень нравится. Я уже участвую второй год в этом празднике. Хотим, чтобы для детей и для взрослых чаще проводились такие праздники. Здесь с каждым годом все больше и больше детей и это не может не радовать. И здесь можно не только повеселиться, но и решить насущные проблемы. На соседней площадке работает выездная администрация. Жители поднимали вопросы благоустройства дворов, содержания многоквартирных домов, работы общественного транспорта. Ирина Турчак живет на Академика Северина. Старший сын, ему 8 лет, любит читать. Но в микрорайоне всего одна библиотека. И книг не хватает. У нас здесь очень много детей, но ехать куда-то очень с детьми неудобно, поэтому нам бы, конечно, хотелось все иметь рядом с домом. Так что если бы нам была предоставлена библиотека, либо было прекрасное оснащение библиотеки школьной этой, и эта новая школа открывается, то мы были бы очень рады. Глава сказал, что обязательно нам помогут, открывается новая школа, оснащение книг будет, все взято под контроль. Долгожданный второй корпус школы номер 51 уже осенью примет 900 учеников. Волнуют жителей вопросы зачисления в детские сады и создания ясельных групп. У нас только два детских сада здесь. Они сегодня укомплектованы в полном объеме, но мы ощущаем потребность именно для детей, которые младше трех лет. Конечно же, все дети, которые достигли трехлетнего возраста, получили места в детском садике на 1 сентября. Строительство детского сада еще одного на 360 мест ведется в настоящее время. В новом садике, который откроют в следующем году, предусмотрят ясельные группы. И вопрос очередности в этом микрорайоне будет решен.